Всем привет, с вами Оградка, и сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием ТАПС. Соответственно, наливаем чаёк, усажемся поудобнее, и сегодня у нас будет немного трэшовый, тактикульный контент, всё правильно. В общем-то, почитаю ваши многочисленные, мать его, комментарии, они действительно, их там действительно прям старайтесь, их много. Вот, за это вам большой, кстати, респект, если честно. Я узнал, что, ну первое, насчёт там войск немножечко узнал, то что, допустим, берсеркеры немножечко неуязвимы во время того, как прыгают. И узнал ещё, что вы очень сильно хотите почему-то увидеть секретные войска, как я их нахожу. Что очень, кстати, странно, я на самом деле не совсем понимаю, но блин, нам совсем немного тут осталось прям, ну смотри, ну совсем немножечко. Так что давайте, знаете, как сделаем? Давайте я вот сейчас вот оставлю ссылочку на вот эту вот всю Steam комьюнити у тебя на телефоне. А вот, я сейчас уже вижу, где примерно расположены эти войска. Ну, извиняйте, я вряд ли, наверное, найду их сам, если найду, то вы и видели, как я это искал в прошлой серии. А уделять на это целую серию, как я там, блин, стараюсь ищу эти войска, это, конечно, весело, но давайте без этого. В общем, будем смотреть вот по этим локациям. Я вот, допустим, сейчас перехожу на локацию, мать его, вот этих всех. А, ну подожди, тут получается эта локация, там только одна секретка, что ли? А-а-а. На одной локации примерно приблизительно одна секретка. Или нет? Или тут что-то как-то через жопу всё это сделано? Эть, блин, да как же это тогда тут всё? Короче, давайте начнём игру и потом посмотрим. Если что, тогда под конец серии, получается, я вам сделаю вот эти все секретки. Надеюсь на это. Надеюсь, если не забуду. Да, хорошо, но у нас будет мамонт. А, ну вот, кстати, да, на этом мы остановились. Если что, Натас, как обычно, справа в верхнем углу, игрушка не сюжетная, можете смотреть, как хотите. Так, подожди, а мне за это тысячу дают? А чё, он такой сложный, что ли? Прямо реально? Прямо настолько? Ну, секретки, я опять же не хочу их использовать. Я хочу всё в пределах викингов использовать. Но, ну даже не знаю, вы меня прям реально заставляете использовать всё, что только не есть в этом мире, блин. Так. Не, ну его легко просто тупо сдобить. Правильно? Так, подожди, давай знаешь, что сделаем? Давай будем побыстрее всё-то проходить, мать его. Так, я уж что-то забыл, как управлять. Так, надеюсь, ты не упадёшь туда, ну, мать твою. Иди сюда. Ну, будь хорошим инотавром, мать его. Иди. Да-да-да-да-да, лабиринты, все дела, весёлая тема. А теперь стреляй в него. Давай-давай. Замечательно. Ему столько времени дали на подготовку. Он такой, а, точно, я увидел. Ой, ладно. Так, хорошо. Как бы его... Я вот хочу побыстрее всё это, блин, сделать, на самом деле. Так что давайте, знаете что? Вот этих вот двоих пацанов. И все остальные у нас будут просто тупо лучники его добивать. Ага. Добивать его будут. Дроих тогда пацанов. Да я говорю... Ладно, фиксим. Так, где ты тут? А где ты тут, мать твою? Офигеть, он, кстати, дорогой. Жесть какая. Хорошо, я надеюсь, хватит этой херни, и он никуда не улетит. Он, по идее, должен валяться. Постоянно. Молодец. Промазал, блин. А он убегает. Э, пацаны. Блин, а он хитрый жук, я смотрю. Ну, специально сейчас они в итоге все в одну вот эту херню поедут, а будут ещё друг другу. Красавцы, мать его. Да. Смотри, кстати, сколько мне урона наносит своя же вот эта. Свой же этот поушен, мать его. Лепты давай вы... Ну, собственно, молодец. Хорошо. Следующий, мать его уровень. Вот, кстати, вот этот уровень я, по-моему, где-то тут видел. У меня были, мать его, где-то заготовки на него. Вот, ну, это я уже видел, подожди. Слушай, мне тут кто-то, что-то где-то, где-то какой-то этот... Ну-ка, дай-ка мне вообще спуститься. Так, тут наив, по-моему. Нет, ничего не значит. Так, вот это вот что за херня? А какой уровень ты видел, что там прям это? Секретки были где-то снизу. Чё ты вообще засалил на такой пирог, блин? Ну, ладно. Короче. Всё, как я вам и сказал, всё потом, всё сделаем. Так, хорошо. Ну, ты не урчи особо. Блин, тут опять эти уроды прыгущие. А, кстати, смотри, сколько нам денег-то дают теперь. Чё-то невесело уже становится, на самом деле. Так, хорошо, вот эти бессмертные первые секунды, когда падают. Это же они, да? Давай проверим. Да. И они сразу же бессмертные, если что. А поэтому... Поэтому... Нужно, наверное, что-то сделать вот такое вот. Чтобы они сразу на эту херню прыгали. А вот. Потом делаем гуголь-муголь. Я не знаю, почему, но он, короче, говорит гуголь-муголь. Не, он сейчас уже ничего не говорит. А вот, гуголь-муголь нам нужен для того, чтобы вот эти вот твари, они, когда пришли сюда, они сразу же забыли, мать его, что они сюда приходили. Так, хорошо. Теперь знаешь, что делаем? И теперь запускаем ворончиков. Ворончики, мать его, нападайте. Я надеюсь, что ворончики справятся. Смотри, блин, они моментально прыгают. Я не думаю, на самом деле, что эта стратегия справится. Потому что валькирки в итоге все сломали. Не, она бы справилась бы. Это да, но валькирки все поломали. Так, хорошо, гуголь-муголь вообще не действует. Так, подожди, а тогда кого? Тогда кого? Давайте попробуем наоборот. Это сколько это у нас? Это даже дешевле, чем эти гугли-мугли. Ну, 60, блин. Так, хорошо, вот этих вот пацанов кинем. Ну, потом давать одного с Девсой? Я не знаю. Я реально пока без понятия, что тут делать. Я знаю то, что против валькирок хорошо вот эта вот херня идет. Они как-то их перепрыгивают. Мне это не нравится, нафига. Смотри, два удара Зевса. Три удара Зевса, чтобы убить одну валькирку. Ну, слушай, они могут победить. Если Зевс, ну да, в принципе, все окей. Зевс, мать его, и туча мучают вот этих вот змеек, которые понимают, что им нужно делать в этой ситуации. Смотреть под ебку Зевса. Да, действительно. Тут не ебка, а роба, наверное. Ну да и... А эти же умрут сразу, не? Ой, конечно, вы юморные. Ну-ка, подожди, валькирка. А, мать его. В море они живут. Ну и умерли сразу. Так, хорошо. Вот эти пацаны, это просто акрофлы, как я понял. Остается только вот это вот у нас. Главное, затея. А у нас пять тысяч рублей. В принципе. Что мы можем сделать? Давайте, знаете, что сделаем? Я вот даже не знаю. Давайте вот для начала вот эту вот херню отправим. Сюда. Просто по фану. Потом за ним устроим вот этот вот. И... Просто лучники. А почему бы и нет? Там особо щитовиков нету. Ну, как бы и есть, но это херня, а не щитовики. Так, пацаны. А куда вы? Так там никого же. Все. Друг друга, кстати, обкидали. Печальная затея, на самом деле. У них тоже, кстати, лучники есть. Ну, как мне сказали. Вот эти лучники, они и наносят урона. Они замораживают. Это только обморожение как раз-таки убивает, получается, противника, мать его. Но это проигрышная игра, на самом деле. Я не знаю, в чем тут, конечно, проблема. Так, не, давайте все заново. Одну вот эту херню баллисту кинем. Бартов. Знаете, почему именно Бартов? А, я еще сам не знаю. Я еще пока не определился. Так, вот этих вот пацанов. Давайте обычных воинов. Чего бы нет. Пусть там развлекаются, мать его. 39 человек. Надеюсь, только вот этот чувак нормально встанет. Ну, блин, он так стоит прям, я не знаю. Ну и куда твой камень не полетит-то, мне это скажи. Интересный камень. Ну да и ладно. Кстати, а как будет от первого лица? Слушай, ну от первого лица нормально выглядит. Ну я думаю, там уже все закончилось. А-а-а. Тут, оказывается, у нас два пацана есть. Блин, а против них на самом деле не весело. Слушай, а ты что не стреляешь-то? Или он выстрелил? Так, от первого лица мыть его. Шутер. Это у нас шутер, если вы не знали. Херендок. Опа. Слушай, ну это лучше, кстати. Он попадает гораздо легче. Нежели другие. Не, я тебя дам. Ну да, он попадает легче. Так, хорошо. Но мне не нравится от первого лица играть. Он тут неудобно, на самом деле. А, ну вот и все. А, вот и все. Ну, че еще вот так вот было? Так, баллиста. Ну, давню, камнем кинем. Ну, типа, баллисты умирают от камня. Как тебе такое? Смешно. Давай! А ты че камнем-то не кидаешься? Смотри. Кстати, тут говорили, что есть замедленная съемка. Не успел. Но я, мать его, я же приноравлюсь. Красавец! Ну, давай, падай, че. А ты куда, понимаешься, так как это делаешь? Куда у меня камень-то улетает? Как он вот, я в упор стою? Ну, смотри. Я реально в упор стою. Как он может вообще отлететь от нее? Или, подожди, или она не умирает все-таки? Я почему-то тоже не умираю. Странная затея. А мы, короче, оба иммунитетны к камням. Но он от своего камня не иммунитетен. Поэтому печаль, капрес, эв, жмем ему. Не, ну тут ничего не сделаешь. Но есть только вот такую-то, какую-то привыжечку. Тут же весело выглядит. Так что ладно, все, убедили. Так, все, продолжаем. И че у нас там дальше-то? Эв, а вот это, кстати, сложная тема. Смотри. Первое. У нас, оно у нас получается от каждого, вот этого вот, смотри. От каждой вот этой фракции по одному челу, который самый дорогой. То есть смотри, у нас тут есть слон. А у нас тут из фермеров есть два, получается, вот этих пугала. У нас есть тут король. Мать его обезет. Два Зевса. И вот одна вот эта херня. Я тебе говорю, тут должно быть только вот эти вот фракции. Вот эти фракции не должны быть тут. Они не должны быть. То, что мы их дают, это неправильно. Неправильно. Видишь? Вот это там и доказательство. Кстати, вот это я вам точно скажу сейчас. Мы тут ничего не находили. А я вроде как где-то видел. Вот. Мари, я сейчас тебе покажу. Мари. Хобача. И что тут такое? Какая-то херня. А вот честно, как-то так. Вот, какой-то чувак веселый. Хорошо. Блин, жалко, что тут все это показывается через жопу. Тут не одна конкретно карта показывается. Тут показываются все мать его карты. И они все перемешаны. Надо было получше поискать, на самом деле. Так что да, это тот может быть прав. Так, хорошо. Начинаем. Начинаем наше веселье. Опять же, используем вот эти войска. Хотя давайте просто так по фану. Не, не тебя. По фану посмотрим, что вот эти вот чуваки делают. Слезают они 500. Посмотрим, что они умеют вообще. Что-то они ничего не делают. Они крутятся, что ли? Ну, я думаю, они проиграют, что-то. Тут даже, ну, тут даже думают особо не надо. Хотя, смотри, они из-за гандошили, кстати, мамонта. Мамонта вообще не ожидал такой темы. Но короля они не убьют, потому что мать его бессмертный. Так, хорошо. Что нам делать? В данной ситуации нам нужно передавать его вот этих вот чувачков. Хотя нет, это плохо. И плохо кончится. Знаешь почему? Вот эта вот штука нам нужна. Первая идет, получается. Потом. Идут. Вот эти. Просто по фану. Третья идут в валькирке. Также просто по фану, если что. Но тут нам нужны лучники. Ладно, давайте как-то так сделаем. Хорошо, убедили. Одного такого чувака. Потому что он бессмертный. Вот что. Я не знаю, как это сейчас работает. Сейчас посмотрим. Смотри, вот мама сейчас умерла. Вот от чего он умер? Блин, к сожалению, они стрелять сейчас не будут. Потому что они не видят никого. И главное печаль. Блин, если сейчас Зевса не убьют, то все будет печально. Валите Зевса, мать его! Все, жесть. Зевс всех повалил просто. Нечестно. Нечестно, мать его. Так хорошо, это кто у меня? Это у меня морозные лучники. Давайте их расстаем по-нормальному. Они не могли убить, потому что мамонт, мать его, просто загораживал своим телом. Ну, серьезно. Где у меня теперь вот эти змины? Тактика была хорошая, да? Прям реально хорошая была. Эти серьезно, говорю, хорошая. Но Зевс вот прям вообще не в тему. Прилетела херня и всех переубивала. Они все равно сейчас встанут в толпу, но тут хотя бы есть хоть какая-то толика вероятность, что они убьют сначала Зевса. Ну или хотя бы что-то с ним сделают, мать его. Сделайтесь что-то Зевсом. Убейте его. Отвлеките его. Что-нибудь с ним. Я бы еще тут на самом деле полетал, что-нибудь поискал, но блин. Не знаю. А ну что, Зевс? Они ни единого Зевса еще, кстати, не убили. Смотри. Да давайте валите его. У него не так много хп, мать его. Хотя, блин, у меня тут нет лучников, которые наносят урон. У меня тут лучники, которые замораживают. Но Зевс уже по идее не должен дойти. Должен уже умирать. И я. А вот и все. Видишь, как все поменялось-то. Я просто их поставил немножечко в другом направлении. Так, хорошо. 10 тысяч на это. Но мы знаем то, что Зевс у нас не очень хороший. В том плане, что он по сильным противникам мало бьет. Поэтому просто можем вот так вот устроить веселье. И все, и Зевса больше не будет, в принципе. Кстати, где-то тут тоже у меня... А, подожди. Мы тут, по-моему, на этой карте вообще еще ни разу не были. Я думаю, то, что с Зевсом уже закончено. Покончено. Надеюсь, не знаю. Где-то тут полетаем. Просто пока что своими силами. Да я тебе отвечаю. Там Зевса вряд ли справится. А мы тут полетаем. Найдем какую-нибудь херню. Допустим, вот это вот нашли случайно. Если что, не смотрел сейчас в телефон. Какой чувак? Учителя, блин. Окей. И давайте еще полетаем. Может, тут еще что-то есть. И я тебе прям, мать его, отвечаю. Тут что-то должно быть. А может, мы что-то еще на превьюшку возьмем. Ну, а что бы и нет. Действительно. Чак, подожди. Слушай, ну вот это вот как минимум должна штука светиться. Ну, смотри. Да, что не должна-то? Гаргония. Окей. Ну, тут пока что ничего больше нет. Ладно, давайте воспользуемся помощью зала, блин. И посмотрим, что там у нас скажет телефон на эту тему. На эту тему. А, телефон мне, кстати, показывает то же самое, что я нашел. Больше он мне ничего не показывает. Хорошо. Тиак. Тиак. А теперь мы против короля. Мы, кстати, своего короля не можем поставить. Давайте две баллисты мы тоже не сможем поставить. На самом деле я знаю, что-то делать. Давайте посмотрим. Он, по идее, должен падать налево сначала. Точнее, направо. Так, а подожди. А как он стреляет? А, понятно. И он почему-то упал вообще в другую сторону, да, получается? Так, ну не уходи, чувак. Не уходи. Замечательно. Один четкий, мать его, выстрел. Под хорошим команд... Под хорошим... Командованием. В чем подвох? У меня сколько денег? Сто. Окей. Так, у нас тут что-нибудь есть интересное на этой карте? Я не понимаю, это на ней или нет? Нифига, я не понимаю, короче, вот этот вот скриншот получается. Тут, короче, где-то должна быть какая-то херня. Но это не оно. Так, подожди. Это точно эта карта? Пока непонятно, на самом деле. Надо было получше все искать, мать его, улоградка. А что ты думал-то? Так, а... Ну да, это не та карта. Потому что я тут не вижу того, чего мне сейчас показывают. Там... Влада какого-то надо найти. А, Влада, который этот... Как его? Да, короче, не суть важная, на самом деле. Все, продолжаем. Так, подожди, а за 100 рублей я... Ой, мне, кстати, дают только определенного персонажа. Только одного? В смысле? Только же рандом. Весело, конечно. А, ну, в принципе... Да нет. Нифига себе. С первой попытки, мать его. Сразу выиграли. Так, хорошо. Я еще подвину скрипящий, мать его, микрофон. И давайте... Нет, это все. 9 тысяч нам задают. Но мы уже знаем, как справляться с мамонтами. Но, будь им не ладно. Очень легко и просто. И берем... И ставим... Дофигелиард просто. На вот этих вот пацанов. Естественно, на отвлекающую маневр. То, что тут вот так вот херню ставим. Просто, чтобы они, мать его, отвлекали. Все. Подожди, а вы... Вы что тут делаете, пацаны? Вас это вообще никак не спасет. Блин, а мамонты на самом деле идут вперед, блин. Но, в любом случае, я думаю, эта стратегия будет хорошая. Хотя... Их опять всех перебили, блин. Но вот этих мамонтов загасили. Я думаю, эти даже могут не дойти. А может и дойдут. Фиг я знаю. На минус один мамонт. Остался последний. А вы читайте. Вот стадо, короче, мамонтов против, блин, этих, древних людей. Хорошо. Ну-ка, мамонты, мать его, мать его. Ну да. Ну ладно. Это на самом деле было голубо. Да, хорошо. Немножечко меняем нашу стратегию. Знаете, на какую? Вот на стратегию партизанов, мать его. Эти партизаны. А будут стоять вот тут. И мамонты рано или поздно придут и умрут. Что, логично же. Я надеюсь, они там падать не будут. Ну, уже один. Пацаны, было бы хорошо, если бы оттуда не выходили. Я хотел, чтобы мамонты там застряли, а, блин. Ну, как минимум, одного я могу там убрать мамонта. Если, конечно, пенек мне не поможет. А мне пенек помог. Ну, смотри, красавый пенек, мать его. Кстати, если что, игра называется физическая. То есть тут физика, а хелить просто не встать. Один мамонт все-таки застрял. Его загасили все-таки. Так, пацаны. Лови, мать его. Подожди, а пацаны что-то делают? Не, пацаны ни хер не делают. Ну, в общем-то, это помогло нам. Я думаю, что этот мамонт что-то сделает, да. Так, подожди, надо как-то... Ну, вот это, блин, получше было бы скриншот, чем в прошлых этих... В прошлых битвах с мамонтом. Короче, ладно, фиг с ним. Еще раз послушаем, как мы выглядели. Посмотрим, как мы против мамонта. И вы уже знаете, что делать. Вот эта вот история повторяется. Их, они очень легко гасят, этих мамонтов. Либо просто урона много наносит, либо еще что-то. Пацаны, стреляйте! Стреляйте! Хорошо. Ну, мало кто-то так может и всех загасить, и в принципе, что он не сделал. Ой, придурки, конечно. Ну, ладно, ну, ладно. Сюда поставим побольше людей. Надеюсь, они отсюда уходить не будут. Да, они отсюда не уходят. Потому что они его, видимо, видят. И он идет у них, получается. Но вам до них не дойдет. Если они, кстати... Молодец какой! Красавец! А теперь лови, блин, бивнем в лицо. Давай. Второй. Давай, на. На. Как тебе бивень? Они в итоге его загасили, а он там что-то застрял. Ну, да и ладно. Не суть важна. The end. А вот так вот мы закрыли вот эту компанию, получается. За сколько у нас там времени? За 24 минуты. Хорошо. Все оставшееся время. Можете уже закрывать этот, мать его, ролик. И если вы не хотите, смотрите, как я открываю вот эти секретки. А я пока сейчас на паузу нажму, получше там все это просмотрю, мать его. И сегодня у нас продолжение вот этого ролика будет в виде этого. В виде открывания секреток. В общем, не нашел я ничего лучше вот этого стим-руководства, получается. Она неудобная, но да и ладно, фиг с ним. В общем, первое наш... Вот это тут... Получается, секретное войско. А войско... Это чер-лидер, как я понял. И находится он на вот этой карте. Где это, получается, у нас? Ну-ка, это где-то тут, получается. Вот эта штука. Где? Это наш первый, мать его. Какой-то чувак. Мы пока просто будем их открывать, народ. Посмотрим их как-нибудь потом. Не знаю. Может быть сегодня, может быть потом. Может быть завтра. Может еще когда-нибудь. В общем, пока не сейчас. Потом. Потерпите, мать его. Так, хорошо. Второй у нас, получается, тоже на этой карте. Опять же, говорю, это не очень удобно. Поэтому мне сейчас приходится снова открывать вот эту страницу. Давайте снова в Майн Селект. Возможно... А, вот она. А второй... Подожди, а второй мы не смотрели. Вот она. Это другая. Серьезно? Так, хорошо. Где те горы найти? Я пока что не понимаю. Но вот они, короче. Так, хорошо. Мне где-то тут, получается, должны быть бревна. Где? Точно. И вот она. И вот он, Раптор. Мать его. Так, хорошо. Следующая. Где Раптор? Какие-то пацаны, короче, которые бегают на динозавриках. Молодцы. Так, описание. Так, подожди. И тут же сразу еще какой-то 22-й. То есть, Раптор и Раптор и еще какой-то чувак. Еще один Раптор у нас, получается, где-то тут на каких-то бугаях, блин, кострах, вот этой сихерни. Так, подожди, где эта штука находится? Давай мне только скажите, и все будет замечательно. Кстати, ни разу эту карту не видели. Что-то странно. Возможно, потому что она сандбоксная. А, вот он. Понял. Так, хорошо. Расположение. Давайте теперь на следующую, мать его, карту. Следующий у нас фермер один. Мы тут, кстати, по-моему, кого-то находили. Так, это ты у нас кто? Ты есть кто? Ты есть у нас шестой. Где-то тут у нас в кустах находится. Где ты тут? Все, здорово, чувак. Как я тебя тут не нашел? Я тут, по-моему, не искал ты особо. Ну ладно. Ты есть кто? Какие-то пацаны странные. Ну да и ладно. Так, хорошо. А следующая, мать его. Она на фермере, и все. Был бы замечательно, если бы он все это по порядку сделал. Ну да и ладно. Медиавал. Медиавал первый, кстати. Не второй. На котором я, кстати, ничего не нашел, по-моему. А, не нашел одного. Хорошо. Медиавал, получается, тут и есть вторая иконка. Ну, мне тут, говорится, как бы... Куда-то вот сюда, что ли, посмотреть? Ну, мы, по-моему, уже открывали его. Это был чувак, который этот палач. Ну да, это, как я понял, это палач. Хорошо, меня обманули, а, блин. Ладно, следующий кто там? Слушай, ну мы, по-моему, этого гиганта уже тоже находили. Так что... Так что... Да, скорее всего, мы его уже нашли. Где мы его нашли? И джестер какой-то. Это пятнадцатый. У нас где-то, получается, в какой-то разбитой бочке находится. Где-то разбитая бочка, опять же, непонятно, не ясно. А вот она. Здоров. Шут, мать его. А джокер, а не джестер, конечно. Ладно. А джестер, а шут и вот эта вот вся херня. Так, хорошо, на этом у нас уже всё. Переходим на следующую карту, получается. Медиавал 2 у нас идёт. По списку, мать его. Или кто там идёт. Блин, как же это неудобно-то. Медиавал 2, да. Получается, 14-й и 17-й. Так, а Влад у нас где-то? А, вот тут вот, кстати, Влад у нас находится. Всё окей. А ты есть кто? Смотри, даже без отхерни нашли одного. Странно то, что я тебя не видел. А, это Влад. Серьёзно? Если что, тут на картинке не изображал вот этот вот чувак. Тут изображен уже открытый юнит, получается. Так, а получается потом у нас идёт 17-й. А, 17-й это у нас прямо там наверху. Где-то вот он. Какой-то копьяносец. Который сюда закинут копьё. Хорошо. И это... Кавалерия, кстати. Окей. Очень интересно, но... Давайте следующего. Так, хорошо, выходим. Отсюда у нас уже все найдены. Короче. Потом у нас идёт Медиа Вал 2. Не. Подожди. Не, Медиа Вал 2 у нас уже был. Так, вот эта штука. Мы тут только одного нашли. Так, Артём, по-моему, уже находили. Не, это не надо. Артемис... Ещё как-то. Вот на эту мы не ходили. А, мы тут тоже, по-моему, нашли. Да, мы тут тоже находили. Следующая карта. Так, получается у нас тут сэндбокс. Седьмое, восемнадцатое и двадцать восьмое. Мать твою, как же ты это неудобно всё сделал. Это где у нас получается? Ё-моё. А чё нам в такие карты-то не попадались? Ты посмотри, какие они здоровые. В общем, какие-то... Вот да. Кироносцы, какие-то пацаны. Здоровь, чуваки. Будьте в моей секретной мотиву армии. Которую я, скорее всего, не буду использовать. Ха. Та-ду-ту-ту-ту. Просто весело. Так, подожди. А потом идёт восемнадцатое и двадцать восьмое. Я всё запомнил, мотива. А восемнадцатый? Где-то он, получается, тут, что ли? Так, и где-то тут. Нифига я не понял. Где-то тут. Чё-то должно находиться. Если ты ещё не понял, чё-то должно находиться, то я тоже не понял. Или тут? Как же это всё сложено с вами. Нет бы показать это с какой-то стороны. Но это находится, как я понял, около этого. Около маяка. А, между зданием и стеной. На правой стороне. Кто-то, короче, тут у нас прятался. Мытвы, ты кто есть таков? Ты чё тут забыл? А смысл было так показывать-то? А-а-а! Ой, какая же зрань. Какая же зрань. Так, хорошо, и двадцать восьмой. Я не знаю, имеет ли мне сейчас смысл на другие карты переходить. Ну, потому что серьёзно. Мы тут, по-моему, не особо так-то и воевали ни с кем. Ну, да и ладно. Следующий у нас, мать оба. Следующий где-то тут находится. Купидон. Ну, мать его. Так, хорошо. С этой картой мы закончили. Так, всё, хорошо. Escape, Enter, да всё. Что ей? Давай, всё уже. Так, следующая карта. Следующая карта Викинга. У нас ещё две страницы. Слушай, ну мы их так прям быстро открываем, потому что я даже не знаю. Хорошо, Викинг. Это у нас кто? Это где? Это двадцать третий. А если вы вот этого большого морозного мать его гиганта, мы уже открывали. Так, хорошо. А, Викингов мы всех открыли. И гиганта, и вот этого штука. Если вы пришли такие, посмотреть, как я открываю все вот эти вот секретки, то извиняйте, я некоторые открыл. Я вряд ли буду показывать это, потому что не хочу. Я потому что вредные мать его, потому что жесть. Так, хорошо. Следующий у нас Викинги с анбоксомать его. Хорошо, а вы пока можете посмотреть Уэлла. Уэллр какой-то. Уэллра. Уэрлу или Уэллры, я не понимаю. Так, хорошо. Это у нас тринадцатая мать его. Так, он у нас где-то тут закрытый. В какой-то херне. Ну окей. Где эта херня находится? А, вот она. Ты же? Не ты. А, не ты. На кей. Закрытый мать его, Викинг. Вот это если что, вот тут вот находится. То есть... А что, в чем проблема-то было вот как-то вот так вот расположить камеру и вот тут вот обвести это? Я не понимаю. Ну да и ладно. Следующая карта, потому что на этом все. Тут только один Уэлло, блин, находилось. Ну да и ладно. Я ведь точно понимаю, что тут только один Уэлло. Династия. Династия это вот эти вот новые карты, получается. Не хотелось бы их открывать и смотреть. Ну, давайте посмотрим. Вы же просили. Так что ладно. А вот с династиями уже все получше. Шестнадцатый. Находится около какого-то моста. Хорошо. Кстати. Ты у нас в Японии. Самурая, мать его. Что-то вы про это тоже писали. Но писали то, что якобы самая имбовая имбуротова не эпическая карта. Это у нас получается, точнее, это, отряд самый сильный. Это у нас, получается, будут... А что-то никого нету-то. Что вы мне рассказываете? Это будут эти пираты. Мол, якобы, самая имбовая. Так, что где так-то? Под мостом. Ну, под мостом тут ничего. Я не понимаю, кто тут был под мостом. Я никого не видел, но что-то сработало. В общем, короче, под этим мостом находится. Под правом, если честно. Но зачем это, мать его, указывать? На самой верхушке. Хорошо. Где-то тут, получается. И вот он. Здорово. Так, и пятый у нас, получается, внизу. Кстати, вот эта вот эта херня, точно, которую я видел. Вот она где-то тут. А вот у нас еще смурай. Давай, чувак. Заходи, мать его, сюда, нагонек. Так, хорошо. Тут остался последний. Последний чувак. Сегун. Ну, мать его, Сегун. Ну, что ты тут только не сделал. Как ты тут спрятался-то? Хорошо. Чего? Это-то где? Ты что, дурак, что ли? Ты где тут? Кстати, а вот эту херню обвели. Еще один чувак, блин, который... Как это находить-то без всего этого, вы мне скажите? Я бы на это не обратил, к нему не исчез. Так, хорошо. Сегун, мы с тобой закончили. Дальше. Дальше у нас будет двадцатая. Кстати, если что, предупреждаю. У нас оставшееся время будет не вот этим всем побегушкам, а раскрытие секретных персонажей. Так, хорошо. Между... А, у меня тут между не показывается. Печально. Хотя нет, для начала. Для начала как-то так сделаем. Получается где-то тут, что ли? А, вот она. Охереть. Ну вот это вот, вот это точно никто в жизни никогда бы не нашел по-нормальному. Но я тебе серьезно говорю, как вот эту штуку можно было найти? Каждую тут щель, что ли, рассматривать? Ну вы угораете, а так хорошо, следующая карта. Следующая карта мы тоже, которую не проходили, это получается... Что-то у нас с Испанией или Францией связано. Ну да и ладно. Так. А, подожди. Я что, ее сразу-то выставил? Да хотя ладно, сейчас ее найдем. И тут у нас только один чувак. Девятнадцать. Чего? Ты что тут, дурак, делаешь? Вот прикинь, короче, чуваки начали обследовать всю эту карту. Вот прям вдоль и поперек там. В каждую херню залетали. И потом оказалось, что чувак просто сверху находится. Ты что тут забыл, дурак? Да куда ты улетел? Ну да и ладно. Так, хорошо. Следующая карта. Тут у нас все, больше ничего нет. Печально, конечно. Ну ладно. Следующий у нас пираты. Вы говорили то, что они имбовые, мать его. Тихо, хорошо. С пиратами это у нас где? Пираты. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Вот так бы всегда. С двадцати четырех до двадцати семи. Двадцать четыре. Так, хорошо. Тут где-то у нас получается... Какая тут музыка-то интересная. Так, тут где-то у нас на столе, да? А, вот он. Какая-то бомба на палочке. Или палочка на бомбе. А, фиг его знает. Так, хорошо. Дальше. Где-то кто-то у нас тут тонет, мать его. Не вот он. В ракушке, мать его. Веселиться. Я могу тебе тут как-то это... Не могу. Печально, ну ладно. Давай, чувак. Кстати, мы что-то это... Привьюшку-то особо не нашли никогда сегодня. Но, видимо, у нас привьюшки будут с секретными пацанами. Так что ладно. Следующая. Ой, какая же тут музыка теперь громкая. Где-то тут получается. Да и не вот эта лишь штука. Окей. И 27-е, мать его. По-моему, последний уже юнит. Где он находится? Видимо, тут где-то есть водопад. В нем пещера, да? Оба. А это у нас привьюшечка. И что нет-то? Или нет? Даже не знаю. И причем не сам даже пират, заметь. Не сам пират, а около него какая-то якоря. А, ну это сам пират. Ну, в общем-то, это... Ну, почему только его якори. Хорошо. Так. Дальше. У нас тут слишком сильная музыка. Так что мы в любом случае нажимаем на паузу. Так, хорошо. Следующая у нас идет. Спуки. Ну, короче, криповая херня. Ну, подожди. А, на спуки никого нету, что ли? У меня вилл-то вес получается. Окей. 29-е. И опять же все замечательно. 29-е, 30-е, 31-е. Так, хорошо. 29-е. Так, под лестницей какой-то. Чего? Ну, это, получается, где-то тут, что ли? А, нет, это тут. Это вот тут вот под лестницей. Или че? Или внутри под лестницей? Ой, 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 ой. Под какой лестницей это, мать его? Под этой лестницей? Под этой лестницей никого. Ну, тут рассказываешь. Так, просто тогда давайте тут полетаем, мать его. Посмотрим. Че-то музыка какая-то прям такая громкая. Тебе так не кажется? Мне, мать его, кажется. Я уже оглох, блин, потихоньку. Где эта лестница-то? Под этой лестницей. Нифига не понятно, на самом деле, на скриншере, че там изображено. Ну, да и ладно. Так, ладно, следующее. Здание шерифа. Это вот это вот, да? Да. РДР, мать его. Да, и тут кто-то спрятан. Чего? А-а-а, понимаю. Хорошо. А вот эта штука, ее нужно разбить, мать его. Мне интересно, кстати, смотри, сколько у нас уже секретных. Мать его, дофига, я тебе так скажу. Так, хорошо. А кто у нас может разбивать? Давайте попробуем вот этого чувака закинуть. Так. Не получается куда-то сюда, да? Да. Я бы не можем это, да? Пацаны, вы там особо это... Не старайтесь. Хорошо. Да, неисты, это все нормально. Так, а то у нас получается тут... Обракинь-ка камнем сломал. Я думал, что нужно что-то взрывное. Хорошо. И следующий. И все. Все получается. Майн сейлокт. Давайте в мап опять перейдем. И у нас легоси остается. Ну что, будем легоси? Слушай, легоси тут дофига и больше. Давайте легоси потом устроим. Я не знаю, сколько там времени прошло. Но дофига, наверное. Так что давайте так. Легоси будет у нас в следующей серии. А на этом мы с вами закончим. Все те, кто досмотрел до конца, молодцы, мать его. Ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Смотрите в аннотации. И всем до скорых встреч. Всем удачи. И всем пока. Следующий у нас получается вот это вот будет компания. Еще пока не династия. Но тут меньше, чем в другой. Да и я смотрю, тут других вообще меньше, в разы будет идти. Иди. Тут вообще по две с пиратами. И потом тоже идут по две. Кроме Вайлда. Вот этого. Тут четыре. Хорошо. Все. Всем точно. Это раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok